МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До нас доведены сценарные планы развития Российской Федерации и мировой экономики. Сегодня правительством Республики в рамках разработки бюджета на 2014-2016 годы ведется разработка прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики и, соответственно, уточнение показателей текущего года. В чем это выражается? Мы снизили показатель валу регионального продукта. Если в первоначальном прогнозе стояла у нас такая цифра, как 103,9%, то сегодня прогноз, предлагаемый Министерством экономического развития, 102,2. Скорректируем прогноз по промо-производству. Я не буду все цифры называть. Скажу общую. Это 96,9% поставленная цифра. Первоначально было 104,9%. Если мне не изменяет память, то есть вы видите, порядка 8% показатель был снижен. Это тоже объективность, не секрет. У главы республики на традиционной планерке рассматривались итоги первого квартала, где налоги 82-83% промо-производства за первый квартал. Соответственно, Министерство экономического развития, промышленности, торговли, не могу не отреагировать на ситуацию. И корректировки данных показателей подвергся. Для меня, наверное, принципиальными будут цифры майские. С чем это связано для промышленности? Очень много праздников. И, соответственно, май становится февралем. Я думаю, что будут определенные снижения. И, наверное, 96,9% – это цифра, которую Минэкономразвитие немного даже завысил. Где-то на 1,5%. Но будем надеяться на лучшее с точки зрения, что есть новые направления, есть потенциал предприятий, связанных с оборонной промышленностью, с АПК. Да, у нас их не так много, но, тем не менее, это ЭЛАРа, у которой довольно много заказов. И мы знаем, что гособоронзаказ правительством Российской Федерации сформирован со значительным ростом. В этом году 66 самолетов должно быть сдано. Следующим порядка 100 и так далее. И с учетом того, что ЭЛАРа участвует и в проектах по МИГу, по Сухому, сотрудничество с вертолетами России, то есть мы надеемся, что будут хорошие положительные показатели. Чапаевский завод, который реализует два инвестиционных проекта. И, соответственно, есть тоже оборонзаказы. И, соответственно, мы тоже ожидаем определенного роста. Это Электроавтомат, ну и другие предприятия, которые работают в этой сфере. Также есть ожидания от активности малого бизнеса. И здесь мы тоже должны, в общем-то, добрать определенные проценты. Ну и есть определенные ожидания от предприятий, которые, начиная с октября месяца прошлого года, показывали не самую лучшую динамику. Ну, по данным Минэкономразвития, в марте, в апреле они начали работать, выходя на те объемы, которые были в прошлом году. И, соответственно, ожидали, что мы с помощью этих мер, действий, подтянемся к уровню производства прошлого года. Соответственно, нельзя не отметить здесь, вот о чем мы сказали, по налогам. Первый квартал показал, что целый ряд предприятий, особенно промышленности, влияет на финансовый результат. Субъекты федерации показали отрицательную динамику по налогу на прибыль. То есть увеличилось предприятий, сработавших по сравнению с предыдущим годом, убыточно. И, в целом, финансовый результат, в целом, по промышленности показал, так скажем, не самые радужные наши ожидания. Апрель, май, июнь покажут общую тенденцию 2013 года. Если не будет ухудшения, а вот мы по тем небольшим шажкам, которые наметили, будем выходить из этой ситуации, то, в целом, оценка погоды будет удовлетворительной. Хорошую ее уже, наверное, тяжело назвать, но удовлетворительной мы получим. Но здесь надо отметить, что регион очень сильно зависит от внешнего конъюнктурного спроса. В первую очередь, это крупные корпорации Российской Федерации, это инвестиционные проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации. Это и вступление, там, пресловутое в ВТО, когда затрудняется спрос на целый ряд продукций машиностроительного комплекса. Это изменение конъюнктуры по ряду промышленной продукции, таких как химпрома, перкарбоната, когда вот сегодня видна сильная конкуренция и, соответственно, снижение цен на продукцию, снижение объема законтрактованной продукции. И, соответственно, мы видим ухудшение индексов. И, если брать первый квартал, 12 видов основной деятельности у нас промышленности, вот по 8 получен отрицательный результат. Соответственно, необходимо работать, засущая рукава. Я еще раз скажу, что сегодня в республике максимально развит частный сектор. Соответственно, большинство подавляющих предприятий – это частные предприятия. И здесь, со стороны региона, единственное, наверное, что мы можем создать – это улучшение инвестиционной конъюнктуры, бизнес-конъюнктуры, оказание всяческой поддержки, если есть, заинтересованность у предприятий на внешние рынки, через межправительственные комиссии, которые работают на федеральном уровне, через обращение в правительство Российской Федерации по введению определенных ограничений на продукцию конкурентов внешних рынков. И такие обращения мы традиционно всегда поддерживаем, если они имеются у наших предприятий. То есть вот тот комплекс, который реализовался и в предыдущие годы, и сейчас мы планируем его вовсе. Предприятие сегодня экономически обоснованно работать не может. Есть соответствующее обращение в адрес правительства Российской Федерации. Ведется поиск по возможному оказанию поддержки со стороны правительства Российской Федерации в первую очередь. Почему было принято решение именно такое? Со стороны, в первую очередь, Роснана и инициаторам проекта, наверное, у них какие-то предварительные расчеты были. То, что будут определенные проблемы со стороны правительства республики, высказывалось опасение всегда, потому что, в первую очередь, на сегодня большая часть составляющей продукции Хивелева завозится из-за границы. То есть значительное транспортное плечо, это и стекло, это и газ и так далее. Плюс, не говоря о дорогой довольно-таки технологии, технологическом оборудовании, которое тоже полностью было завезено из-за рубежа. Соответственно, продукция, наверное, дешевой не может быть опривой. Плюс есть конкуренты, которые и на внешних рынках тоже сегодня борются за это. Соответственно, будем искать пути развития. Надеялось ли правительство Чуваши на Хивель в объеме производства промышленных продуктов? Конечно, надеялись. Заявлены были довольно большие объемы, свыше 10 миллиардов рублей. Сегодня мы, соответственно, корректируем свои планы, о чем мы говорили, в том числе и прогнозы. Так как мы планируем, что в 2013-2014 году предприятие внесет свой вклад в копилку по выпуску промышленной продукции Чувашской республики. Если говорить о таможенных показателях, да, внешний торговый оборот сегодня имеет для республики отрицательное сальдо, то есть значительное преобладание импорта по отношению к экспорту. Ну, если подвергнуть анализу детальному, что мы импортируем, что мы экспортируем, мы видим, что в первую очередь это связано с тем, что, опять же, возвращаясь к Хивель, да, очень много ввозилось технологичного оборудования в последние годы. Полностью оно ввозилось из рубежа. Шла модернизация целого ряда наших предприятий, таких как Хакунт, тоже не секрет, целая фабрика построена, оборудование там имеет иностранные корни, вот, и все это, в общем-то, ложится вот на внешний торговый оборот. Экспорт рос медленнее, а в каких случаях даже снижался. С чем это было связано? В первую очередь, то, что мы сегодня работаем в общем таможенном союзе, то есть немножко произошла корректировка за счет Казахстана и Белоруссии, то есть это тоже присутствует. Плюс прошла определенная либерализация в плане таможенной статистики, то есть целый ряд предприятий ведут работу там через таможенные брокеры, в том числе, если раньше традиционно характерно было для импорта, когда импортированные товары могли растамажиться в Москве или в соседних регионах, сегодня, в общем-то, есть такие примеры и по экспортируемой продукции. Также необходимо обратить внимание, что сегодня те рынки, которые традиционны для нашей продукции, они тоже испытывают нестабильность. Если брать транспортное машиностроение, это Африка, это Ближний Восток, Индия. То есть, если брать военные какие-то заказы, то сегодня в большей части, наверное, предприятия такие вот, как Иллайо, сосредоточены уже на внутренних заказах, понятно, есть и внешние, но не в таком объеме, как они играли роль, например, в конце 90-х, начале 2000-х годов. Направление по улучшению конъюнктуры для наших предприятий, правительства республики, будет проводить политику по ее улучшению по таким направлениям, как поддержка экспортно-ориентированных предприятий, малого, среднего бизнеса, в первую очередь. Для крупных компаний работа на межправительственном уровне, это вот, если брать последние встречи, это вот встречи главы республики на приеме с премьер-министром Японии, где мы целый ряд вопросов вынесли на межправительницу комиссию по сотрудничеству, в том числе, помимо проекта ТБО, были предложены проекты по совместному инвестированию, это и в области биотехнологии, в области лесного хозяйства, соответственно, там, где мы могли бы получить, во-первых, инвестиции, в первую очередь, от наших партнеров, во-вторых, в общем-то, предпринимателей, которые хотели бы работать в республике, ну и потенциально, соответственно, мы могли бы реализовать потом на экспорт продукцию. Чем руководствуется, в первую очередь, республика? Тем, чтобы мы были... Наш долг был на безопасном уровне, наверное. Это вот основной критерий, и, соответственно, мы... Объем расходов на обслуживание государственного долга, он должен быть понятен, и, соответственно, на него не должны отвлекаться значительные средства бюджета. Соответственно, большое внимание уделяется, вот о чем вы сказали, это соотношение госдолга к собственным доходам, и, как таковое, не превышение тех уровней, которые прописаны, соответственно, в бюджетном кодексе Российской Федерации. Большое значение удивляется срокам заимствования и ставке, по которой мы занимаемся, чтобы она была понятна, рыночна, и могла позволить, соответственно, бюджету Чувашской Республики ее безболезненно обслуживать. Если перейти к цифрам, всегда все познается, наверное, в сравнении. Вот то, о чем вы сказали, да. По итогам 2011 года госдолг Чувашской Республики по отношению к собственным доходам был на уровне 55,7%. В 2013 году 54,7%. То есть, в общем-то, если увязывать с этим глобальным показателем к собственным доходам, мы не наращиваем вот именно в относительных показателях к своим доходам госдолг. То есть, держим его в понятных рамках. Бюджетный кодекс позволяет до 100%. Предыдущие годы наиболее, наверное, тяжелые, я надеюсь, что, так скажем, наиболее тяжелые все-таки в этом плане 2012-2013 годы были, 2011-2013 годы, мы, в общем-то, прошли с таким, ну, таком нормальным, хорошим, достойным морем. Я затронул тему обслуживания, да, чтобы было видно, что наша долговая политика эффективна, что нет каких-то непонятных расходов. В 2011 году мы из республиканского бюджета без учета субвенции направляли 1,3% на обслуживание госдолга в 2012-2013 годы, 0,9%. То есть, в конечном счете, поставленные главой республики задачи о том, чтобы не залазить в долговую яму, чтобы эффективно использовать средства бюджета в полном объеме с Министерством, соответственно, финансов правительством выполнило. Что говорить вот о тех заимствованиях, о чем вы говорите, направляем ли мы их на погашение предыдущих долгов? Естественно, так как бюджет республики, и он принимается в госсовет, он публично, открыто, 16 числа будет слушание по исполнению бюджета, да, мы принимаем его с дефицитом. Естественно, любой дефицит должен покрываться за счет чего? В том числе за счет заимствований, за счет дополнительных доходов и так далее, за счет заимствований. Поэтому часть средств, которые мы заимствуем, в том числе и в текущем году, в прошедшие годы, направляется на рефинансирование, на погашение тех заимствований, тех облигационных займов, по которым мы должны соответствующие выплаты сделать. Это нормальная практика и, соответственно, здесь ничего удивительного нет. В прошлом году, к примеру, мы продолжили сотрудничать с международной финансовой корпорацией, которая является подразделением Всемирного банка. был взят кредит на 500 миллионов рублей по довольно рыночной понятной ставке в районе 10% со всеми выплатами на 8 лет. Куда мы расходовали средства? Только ли на погашение предыдущих заимствований? Нет. Если посмотреть структуру нашу, то у нас госдолг за 2012 год увеличился на 1 миллиард 100 миллионов рублей, до 10 миллиард 300 миллионов рублей, а расходы на инвестиционные цели увеличились на 2 миллиарда 100 миллионов рублей. То есть мы, в том числе, и те средства, которые занимаются на рынке, и те средства МФК направили на общественную социальную инфраструктуру. Соответственно, те цели, которые закладывались, в том числе, по привлечению заемных средств, главное направление это увеличивать бюджет развития. И он у нас начиная с 2011 года опять растет. Это говорит о том, что средства не проедаются, а направляются на основные цели государственной политики. Начиная с 2008 года правительство Российской Федерации ввело на оценку деятельности органов исполнительной власти. По последней методике, это в 2011 году, было свыше 330 показателей, по которым оценивали деятельность органов исполнительной власти. Соответственно, республика за прошедший период традиционно входила в десятку регионов. и если вы помните, за 7-й, 9-й, за 7-й, 10-й, 11-й годы мы получали грант за свою деятельность и, соответственно, данные средства направлялись на социальные расходы республиканского бюджета. И, если отметить, мы, находясь в десятке и в 8-м и 9-м году, не получали этого гранта. И, в первую очередь, это было связано с тем, что в эти года, помимо общей оценки уровня развития субъектов федерации, учитывались темпы достижения показателей. И регионам, где уровень был достигнут тем или иным показателем, входящим в оценку, довольно высокий, сохранять темпы, естественно, было тяжело. И вот 8-й, 9-й год, когда менялась также именно грантовая оценка субъектов, было хорошо видно, что регионы, входящие в десятку, допустим, Тюменская область, Чувашская республика, но в то же время они не получали этого гранта, потому что темпы положительные по данным показателям были ниже, чем регионы с невысоким уровнем, но с хорошими темпами. Были майские указы президента Российской Федерации, в исполнении которых, помимо федеральных органов, естественно, участвуют органы исполнительной власти, и понятно, что не вводить новую оценку в деятельность органов исполнительной власти нельзя было. Соответственно, президентом Российской Федерации в августе прошлого года был подписан указ и совершенно новый подход к оценке. Это 12 показателей, что касается 2012 года, в 2013 году будет 14 показателей. 12 они постоянные, которые мониторятся правительством Российской Федерации, Министерством регионального развития. И два показателя даны на, можно назвать, на откуп регионов. То есть регионы могут из перечня дополнительных показателей выбрать два показателя, которые, по их мнению, отражают наиболее полную динамику развития региона. Данные, соответственно, показатели будут влиять на оценку уже в следующем году. В этом году они не учитывались. И был изменен подход. Если в предыдущей оценке, которая велась в течение пяти лет, акцент делался на эффективность бюджетных расходов, и здесь республика традиционно демонстрировала хорошие показатели. У нас отсутствовали неэффективные расходы в госуправлении, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Высокие места мы занимали в здравоохранении. Традиционно были в середине по образованию, но с хорошей динамикой положительной по годам. И, соответственно, давала при общей комплексной оценке нам неплохие показатели. Сегодня больше оцениваются общие относительные показатели и темпы. Если посмотреть оценку, то в ней большое место занимает именно оценка темпов достигнутых показателей. я вот, как сказал, уже выше, по темпам регионы, где, в общем-то, показатель по своему уровню довольно высокий, соответственно, положительные темпы сохранять в динамике тяжело. И мы вот и в восьмом, и девятом году по темпам были не на первом месте, и, соответственно, были определенные упущения именно в темповой оценке. Если обращаясь к сегодняшней методике, она, исходя из тех заложенных параметров, цифра объективно оценила деятельность 2012 года. Но, соответственно, выявились вот те упущения, о которых я говорю, это в первую очередь для малых регионов, где значительное место имеет эффективность бюджетных расходов, соответственно, здесь мы, есть направление деятельности, и те предложения, которые будут иметься у региона, мы направим, для того, чтобы можно было данные показатели учесть в последующие годы, то есть по итогам оценки 2013-2014 годов. Это первое направление. Второе, так как учитывается темповое развитие за три года, вот в данной оценке, зачастую имеется не самая объективная оценка прошедшего года. Если обращаться опять же к цифрам по 2012-му году, то видно, мы по семи показателям, которые в темповом плане у нас оценены ниже, чем годовая оценка 2012-го года. То есть, в принципе, регион имел показатели по 2012-му году, если оценить только 2012-й год, выше, чем средние за три года. Большое преимущество получили крупные регионы с хорошей налоговой базой, с инвестиционным потенциалом. То есть, не секрет, что большая часть инвестиций в Российской Федерации осуществляется в сырьевой комплекс и в крупных городах, где традиционно зарегистрированы компании, это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и так далее. И если посмотреть в таблицу победителей в десятки, вы увидите, что там присутствуют такие регионы, как Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансинский, округ Москва, Петербург и так далее. Сегодня мы получили, исходя из тех показателей, которые утверждены указом президента Российской Федерации, оценку 42-й. Плохо или это хорошо для Кима? Я считаю, что мы живем в новых реалиях, то есть оценивается новый комплекс показателей и, соответственно, результативность этих показателей по той методике, которая утверждена правительством Российской Федерации, она объективна. Я и сказал в своем выступлении, потому что можно долго пенять там, что было плохо и что хорошо. Но вот методика оценки есть, она утверждена и нам нужно работать уже в рамках действующих нормативных документов и действующих показателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова